Приветствую вас, друзья! Мы сегодня обсуждаем склады, логистику, то есть процессы на этих складах. А про нас-то забыли? О фасилите, эксплуатации, а как же все это будет работать, отапливаться, да, снабжаться там электроэнергией? Хорошо, что я мимо пролетал в Новосибирск, поэтому забежал и решил вам рассказать немного про нас. Я Борисюк Алексей, управляющий директор Bicar Facility Management. Мы входим в экосистему Bicar Asset Management, куда входят порядка 17 бизнесов на сегодняшний день. Это и отели, и своя компания Miran, которая строит, эксплуатирует цоды в Петербурге, которая входит в десятку крупнейших цодов в России. И я в бизнесе уже давно, порядка 20 лет, и мечта моя такая основная и цель, чтобы наш бизнес тоже стал современным. Про то, что сегодня вам все рассказывают, какие все крутые, цифровые, автоматизированные. Мы тоже такие, и вот в этом наша миссия. Компания Bicar прошла большой 30-летний путь. В этом году нам было 31 год, то есть уже больше 31 года. Через нас прошли сотни проектов и в эксплуатации в том числе. Сегодня Facility примерно 80 проектов текущих, где-то в 15 регионах страны, во всех сферах недвижимости, в том числе и складов. Складов у нас порядка 750 тысяч квадратных метров. Это FM Logistics, Яндекс, Валберс и так далее, в том числе крупнейшие собственники. Немного такой экскурс в историю. Вы все знаете, что такое промышленная революция. Почему мы про нее знаем? Потому что промышленность – это основа экономики. Поэтому мы за ней следим. За этим смотрит государство и все эти революции. Это повышение эффективности, снижение стоимости и так далее. В интересах не только бизнеса, но и государства, чтобы развивалась промышленность как таковая. В том числе развивая продукцию и выводя страну на новый уровень. А что же Facility? Ну, смотрите, Facility традиционно родилась вообще в недрах государства, на заводах. И вся наша деятельность создана, в принципе, не бизнесом, а создана государством. Потому что все правила проведения и ведения эксплуатации прописаны в нормах, в СНИПах и так далее. Все это прописано в правилах эксплуатации. То есть это создал не бизнес, если нас сравнивать с тем же клинингом, который в 90-е годы создали предприимчивые люди, сами создали правила и так далее. Поэтому Facility в большинстве своем – это традиционный очень бизнес. То есть существуют технические директоры, инженеры, собственники часто думают, что можно нанять просто такого профессионального человека, соответственно, ну и осуществлять вот такую деятельность. И мы на сегодняшний день, не буду скрывать, что Facility вообще как отрасль, если взять недвижимость, доходы, собственность, расходы, мы в такой самой низу, в самом низу пищевой цепочки. То есть нам остаются там крохи, там, да, самые-самые остатки, вообще всей структуры недвижимости. Но в последние годы вы, наверное, заметили, сегодня об этом уже говорили, что людей инженерного состава, профессионалов становится меньше. Их где-то подтягивает государство, кто-то воюет, кто-то уехал там за границу. Но, соответственно, оставшиеся люди стали дороже. В этом году средний рост зарплат только в этом году, до 50% нашей отрасли. Ну и, соответственно, мы стали заметнее для собственников недвижимости, потому что мы стали дороже, на нас стали обращать внимание больше. А почему дороже? А как сэкономить? Что сделать? Кого еще посмотреть? Ну и пришло время тоже сделать революцию промышленную, фасилити. И мы это успешно делаем. И на сегодняшний день, сначала здесь, около пяти лет назад мы создали сами. То есть мы не купили софт какого-то IT-интегратора или IT-компании. Мы сами, как профессионалы, создали платформу, которая управляет сервисом. То есть это не автоматизация самого рутинного процесса. Это оцифровка нашей деятельности, которая позволяет эффективно... Дальше вам расскажу, из чего она состоит. Позволяет эффективно управлять этим всем, быстро принимать решения, масштабировать это в любом количестве модулей, возможностей. У нас есть клиенты, которые покупают отдельно эту платформу. Она продается также отдельно. Если нас нанимают на фасилити контракт, то она входит бесплатно в услугу. Это инвестпроект, поэтому мы не берем с этого деньги, если есть контракт фасилити. Ну и на сегодняшний день, вот за эти годы, в системе уже больше трехсот объектов, больше тысячи пользователей. Пользователей мы считаем только клиентов. Потому что наших исполнителей, техников, уборщиков и так далее, менеджеров около трех тысяч. Поэтому мы себе поставили цель повышать пользователей именно со стороны клиентов. Поэтому наша метрика всегда стоит на клее. Это основные блоки, такие самые большие модули, блоки возможностей системы. Повторюсь еще раз, она масштабируема. То есть она сделана настолько универсально, что если у вас есть запрос управлять чем-то, каким-то сервисом дополнительно в системе, мы можем это все дописать по вашему запросу, договориться, и система будет контролировать еще какой-то сервис. У нас сейчас идут переговоры с МОЗ автотранспорта, у которых около полутора тысяч уборочной техники, КАМАЗов, автобусов, и сотни техников, механиков, которые ездят, все это обслуживают. Они говорят, ребята, можете нам запилить такую историю заново, прямо с нуля? А мы говорим, а мне надо что пилить, у нас сущности универсальные. Нам все равно будет сущность с зданием, которое надо обслуживать, куда-то ехать, что-то с ним делать, либо это будет автобус. То есть для системы все равно. Меняются справочники, и мы можем туда загнать любую сервисную историю, с периодичными заявками, с обращением к клиентам, с событиями и так далее. Ну и, соответственно, мы с вами сегодня живем в двух мирах. Это в реальном, вы на меня сейчас смотрите, и вы в реальном мире. Голову опустите в мобильный телефон, вы в виртуальном мире. Почему так получается? Ну, потому что у нас появились смартфоны. Потому что это просто стало, да? Быстро просто зайти туда, просто показав лицо смартфону, и вы там. Поэтому весь софт, который сейчас, в принципе, разрабатывается, да, придумывается вообще во всем мире, он смотрит вот туда. Он смотрит в смартфон. Веб-версии, конечно, существует, но это больше архаизм уже, потому что все делают приложения, либо доступ с мобильных телефонов, потому что мы все там. Мы едем на работу, уже работаем, отвечаем в почту, кому-то звоним. Так вот, мы тоже в тренде. У нас три мобильных приложения для исполнителя, для руководителя, для клиента. На обоих платформах, Android, iOS, они постоянно обновляются. Там можно все операции практически осуществлять, по контролю, по постановке задач, по взаимодействию с клиентом и так далее. Контроль персонала, фасилити, как это традиционно обычно делают. То есть приходит к вам фасилити-оператор, вы проводите тендер и, соответственно, спрашиваете, слушайте, ну вы профессионал, скажите, как надо. Говорит, ну вот вам 20 человек линейного персонала, там техников, которые будут проводить работы, и еще 10 инженеров, которые будут ходить за ним по пятам, соответственно, и проверять, как они там все сделали, и как осуществили деятельность, это дорого очень. Сейчас стало очень дорого. Инженер, средняя зарплата инженера в Москве уже от 140 тысяч. То есть меньше вы уже не найдете. Или найдете очень молодого, неопытного, который вообще не работал в сфере, которого надо еще пару лет учить. Поэтому это очень дорого. Эта система закрывает большую часть вопросов по контролю. Она сама ставит людям задачи, сама проверяет, чтобы они их выполнили вовремя, сама просит их сделать комментарий, сфотографировать ту работу, которую они сделали. Ну и, соответственно, как работает психология, да, хотел такой вам пример привести. Часто спорим просто с клиентом об этом. Они говорят, ну хорошо, вот система у вас есть, есть фотки, их там тысячи, когда объект большой, заявок много, работы много, и представляете, да, объем работы, ну это огромный, терабайты у нас уже на сервере. И заказчик говорит, хорошо, система есть, а кто будет смотреть каждую фотку? Ну вот после того, как человек там что-то сделал. Я говорю, ну смотрите, вот на подъезде висит камера, часто, да, там сейчас такое происходит. Вот скажите, в эту камеру смотрит кто-то онлайн, что там происходит все время, каждую секунду? Ну, конечно, нет, конечно, смотрит. Камера висит, она записывает, да, события. А она работает, ну то есть влияет как-то на то, что она вообще есть. Ну вот представьте, кто-то, зная, видя, что есть камера, он выбросит лишний раз мусор там на дорогу, ну, наверное, нет. Потому что человек понимает, что даже сейчас, не видя, что он делает, это очень легко найти, посмотреть в архиве, да, ну, очень просто. Потому что все пишется. Ну и так же там, украсть велосипед или не украсть. Наверное, не буду, потому что камера пишет. Так вот, на людей психология так работает и вот в системе. Они, зная, что за ними смотрят, то есть это такой цифровой инженер, да, грубо говоря, меньше допускают ошибок. Больше советуются, больше спрашивают, становятся более самостоятельными в этом плане, потому что знают, что система все равно их записывает и контролирует. Паспорт объекта – это такая основа, скелет системы. То есть это первое, что рождается, когда мы берем на обслуживание объект, в системе заводится вся его сущность, весь скелет. То есть это основа, куда нанизываются люди, работы, оборудование, клиенты, привязываются подрядчики там и так далее. Ну и буду сравнивать, всегда сравнивать с традиционным подходом. Наверняка тоже слышали, когда ты приходишь к клиенту, у которого своя служба эксплуатации, рассказываешь, что вот смотрите, ну это круто у нас, там порядка 80 инженеров, большой опыт, с очень много экспертизы. Берите нас. Он говорит, да у меня вот есть инженер Петр Иванович, которого я никак не могу уволить, потому что он все знает. Слышали надо, да? Вот все знает. Вот он тут со времен строительства, он все знает, и вот расстаться с ним невозможно. Вот Петр Иванович начинает там манипулировать, просить зарплату, кто-то пьет каждый день, ну неважно, все, от этого человека избавиться невозможно, потому что у него все в голове. Вот паспорт меняет этот подход, у вас все в цифровом виде, найти все очень просто, для этого вам не надо привязываться к конкретному мозгу, к конкретной личности там и так далее. Все там. Плановые работы, вы знаете, что любое обслуживание, любой сервис, что касается оборудования и то, что рассказывали коллеги сегодня, это такое предиктивное обслуживание, периодическое, для того, чтобы оборудование работало дольше, меньше выходило из строя. Так вот, исторически этот ППР разрабатывает либо главный инженер, либо технический директор объекта. Не все это могут, абсолютно для этого нужна практика, знания очень много. И, как правило, мы проводили эксперименты, когда систему запускали на пилотных проектах несколько лет назад. Руководитель тратит от часу и больше в день, чтобы проанализировать ППР, который выполнен, не выполнен. Все это карандашиками, фломастерами там. Если помните, портянки висели раньше, такие большие, на стене, там закрашиваются какие-то квадратики. И, чтобы поставить людям задачу на сегодня. Вот он постоянно этим занимается. Система позволяет один раз занести все оборудование, согласовать с клиентом периодичность, вид обслуживания, занести все это в систему. И она каждый день людям сама выдает задачи. Руководитель на это вообще не тратит уже больше вообще времени. И, чтобы вы понимали, экономия от 500 человек часов в год, руководителя, при текущих зарплатах это от полумиллиона в год и выше. Только на времени, только одной задачи. Распределение работ, задач между людьми. Аттестация персонала. Один из модулей. Мы его запустили буквально в этом году. Тоже по запросу одного из клиентов. Ну и сами давно тоже хотели. В чем история? Тоже традиционно. Традиционно сложилось так, что, если почитать правила, первый, кто отвечает за свою безопасность, если вы даже посмотрите прецеденты судебные, разбирательства, первый, кто отвечает за это, сам человек. Вот сам, кто производит работы, должен позаботиться, чтобы у него были все аттестации, разрешения, по охране, да, там и так далее. Но компании, бизнес, руководители разбаловали людей настолько, что за этим следят руководители. И безусловную такую мнимую ответственность несет сам бизнес. Вот тут все бегают за этими людьми, говорят, так, Петя, надо тебя аттестовать. Петя говорит, а можно не сегодня, можно и а завтра. Начинает работать без аттестации, начинаются риски, и так далее. Так вот, мы немножко поломали эту систему. В Европе, кстати, и на Западе все аттестации уже давно личные. То есть у нас до сих пор это делается от компании, от юрлица, журнал оформляется на юрлицо. Там сам человек это делает. У него все удостоверения, они лично его. Независимо, где он работает, он сам это все делает. И у нас система сейчас контролирует все аттестации, персонал на объекте, все нужны, их очень много, их там порядка 30 в эксплуатации разных, там высота, там пожарка, там и так далее. И человек в системе не даст работать. То есть она выдаст предупреждение, у вас закончилась аттестация, вот эти вот работы, вот этот тип работ я вам не разрешаю делать. Поэтому бегите быстрее, аттестовывайтесь, просите руководителя, чтобы он записал в учебный центр или в комиссию внутреннюю, и так далее. То есть, если у вас есть система мотивации на эту историю, если вы крупный завод, как у нас Мерседес, допустим, там это все четко, там аттестация дублировалась в три раза. Она делалась в учебном кабинете, она делалась внутренней комиссией нашей по требованию клиента и самим клиентом. Тройное такое дублирование, и никого не пропускали. Так вот, система заменяет вот такой контроль, на это время опять тратить не нужно. Ну, соответственно, в системе, конечно, есть база всех исполнителей, заказчиков и подрядчиков. Рассказываю, почему подрядчиков. Часто нас нанимают, ну и вообще нанимают фасильки оператора не на весь комплекс на здание, а вот так диверсифицируют. Нанимают на основные какие-то системы, отдельно нанимают подрядчик на подъемное оборудование, отдельно на газовое хозяйство, отдельно там еще на что-то. И мы, когда начинали систему строить, приходили, где работали, приносили заказчику наш отчет, наш. Мы работаем в системе, приносили на... Говорят, а где все остальное? Ну, я же хочу по всему объекту увидеть картину. Говорят, точно. Сделали возможность, у нас у подрядчика есть отдельный личный кабинет. Мы даем доступ руководителю, он дальше может заводить людей там сам, закреплять за ними оборудование, и полноценный отчет и картина по объекту становится на сто процентов охвачена, да, то есть вы все видите, что происходит. И у нас есть примеры на отеле в Москве, который мы обслуживаем, клиент в систему завел вообще не наши бизнесы, он завел туда свой департамент IT, завел туда хаускиппинг, то есть то, что мы вообще не делаем. Он говорит, ну я хочу вообще видеть все, что происходит на объекте в сфере обслуживания, даже не только в вас, и пользоваться эта система вот таким образом. Журнал заявок соответственно есть, это как раз одна из универсальных вещей, которые мы сделали, любое событие, любое обращение от клиента, заявка сделанная клиент, выданная задача от системы людям в качестве ППР, все это сущность заявка, все это в одном месте, можете фильтрами, веб-персии, здесь все это смотреть, фильтровать, выгружать, в любой вид смотреть, что происходит, считать, то есть это универсальная сущность, здесь заявитель, исполнитель, фотки, видео, аудио, комментарии, чат, где можно с заказчиком переписываться по каждой работе, и, как я уже говорил, если вы подключаете любой вид сервиса, какой хотите, он также вот работает через эту универсальную сущность заявки, то есть в принципе, да, это такое обращение, государство тоже пошло по такому пути, если знаете, в Москве, в Московской области есть добродел, в Москве есть там активный гражданин, то есть люди обращаются, это превращается в некую такую заявку обращения, которую обрабатывают правительство, местные управляющие компании, МУПы, там и так далее, это универсальная история, соответственно, тоже есть отчеты, есть вот такие дашборды, их можно настраивать, потому что это Power BI, Microsoft, он очень гибкий, вот эта страничка, которая на фотографии, под каждого клиента делаем такую, какую надо, он говорит, я хочу видеть вот пофамильно, когда я захожу, по каждой фамилии, по каждому технику, где он, что он делал, там какое количество, про срок, другой говорит, я вот это видеть вообще не хочу, я хочу видеть по своим арендаторам, сколько они обращений дают в месяц, кто конкретно, что у них болит, вот это все очень быстро настраивается, ну и также есть традиционные отчеты, которые выгружаются, очень много видов, там целый конструктор показывать не стал, лучше записывайтесь на демонстрацию, мы вам покажем, их можно настраивать, они приходят периодически, вам на почту, в личный кабинет системы, то есть можно сделать, опять настроить так, что вы не будете больше заходить, там он будет приходить хоть каждый день, та информация, которая вам нужна. Ну и конечно БМС, это наша гордость, мы в конце сентября запускаем первые три проекта, что такое БМС, да, наверное, знаете, Building Management System, это система управления зданием, исторически, и в России в том числе, это Siemens, Honeywell, это крупные очень, Loan Hoods, там очень крупные игроки, которые стоят десятки миллионов долларов. В Алма-Ате, где работал наш коллега, запускал проект Talent Towers, заплатили миллиард евро за внедрение БМС и системы управления зданием. И вот смотрите, какая история сейчас существующая. Собственник, инвестор, который строит здание, говорит, я хочу современное здание, вообще по последнему списку, поэтому мы строим здание, делаем инженерные системы и ставим БМС, систему управления зданием, с экранами, красивыми картинками, вентиляторами, крутящимися. И просят фасильти оператора потом посчитать эксплуатацию вот этого здания. Говорят, ну я же БМС поставил, значит, все должно быть эффективнее, все должно быть очень круто. Приходит фасильти оператор и говорит, а, у вас БМС есть, окей, вот вам еще восемь диспетчеров, сутки трое и 150 тысяч в месяц абонентское обслуживание, потому что этот БМС надо обслуживать. То есть, БМС изначально, да, не помогал сэкономить. Да, это крутая штука, вы мониторите, видите, может быть, быстрее там какую-то ситуацию, но эксплуатация фасилити существует как будто рядом, то есть, как будто БМС никак на нее не влияет. То есть, есть БМС, это как доп. нагрузка для фасилити и становится дороже обслуживать, потому что здание вроде бы новее, современней, но суть это не меняет, обслуживание остается точно таким же, только дороже. Так вот, мы делаем БМС как фасилити, фасилити вообще его не делал никогда, то есть, разработчики отдельные, автоматизация оборудования, как правило, контроллеров, выросли, вот такие софты, там, Семенс, вы все знаете, да, корпорация там огромная, это производитель оборудования, это не фасилити компания. Мы как профессионалы запускаем эту историю вообще с другой стороны, то есть, мы ставим БМС, и сейчас ставим на двух объектах в Петербурге и на одном в Москве с целью сократить затраты, то есть, мы убираем часть персонала с объекта, потому что наша система будет сама говорить, когда и куда нужно прийти и обслужить, не заниматься вот этими ежедневными походами, знаете, что такое обход в эксплуатации. Любого инженера позовете, скажете, в чем основа эксплуатации, он скажет, обход. Ни в одних правилах про обход вообще ничего не написано, чтобы вы понимали, вообще нигде. То есть, это придумано людьми, чтобы как бы снизить риск с чего-то, каких-то техногенных катастроф. Но, по сути, сейчас современное оборудование, оно само отключится, ну, как правило, в большинстве случаев, поэтому обход превратился в такую рутину, на 99% это просто тратать денег. Одна из основных эксплуатаций. Ничего там люди не находят, как правило, максимум там неработающий унитаз. По оборудованию все и так нормально, там раз в пять лет, если что-то случается, то есть пять лет люди ходят просто так. И наша система как раз исключает периодически вот эти затраты времени, персонала и денег, а говорит, тогда обратите внимание на ситуацию, когда это нужно. В том числе мы сейчас в следующем году у нас есть партнеры с нейросетями уже и азиатские, и западные, которые не просто считывают информацию события, они его прогнозируют, то есть они ставят ряд оборудования на системы, на насосы, на чиллеры, на все, что обеспечивает недвижимость, эксплуатацию и считывают изменения трендов. То есть они говорят, вот ребята, смотрите, там потери увеличились и по статистике через год вот это оборудование выйдет из строя. Вот сейчас даже такие решения есть, но они работают опять как IT-интеграторы, то есть и к нам приходят за советом. Приходят и говорят, ребята, а что смотреть, а что выдавать, какие решения смотреть, поэтому будущее за интеграцией в том числе вот с нейросетями, с такими решениями, в следующем году мы будем это делать. Это тоже все про нас, помимо того, что мы такие крутые, у нас софт и так далее, в том числе у нас есть все услуги, которые касаются фасилити, это мобильный сервис и ремонтные работы, и аудиты, консалтинг, но в любом этапе абсолютно от проектирования до консервации и продажи объекта нас можно подключать на любом этапе, у нас большая инженерная служба, очень много экспертов, которые проходили такие контракты, знают, что посоветовать, где сэкономить, где предложить решение эффективнее, поэтому тоже можно обращаться, и мы открыли несколько лет назад направление франчайзинга, мы решили, что у нас уже не умещаются наши идеи просто в голове, их очень много, очень много уже реализованных, и мы хотели с этим поделиться, вообще с рынком, поэтому у нас уже есть партнеры в регионах, есть партнеры в сибирском регионе, в том числе, поэтому обращайтесь, это все к нам, мне все, спасибо, есть ли вопросы? Спасибо, Алексей, есть ли вопросы, Алексей? Нет вопросов, а вот есть, есть, Андрей? Алексей, у меня такой вопрос, вы сказали, что ваш клиент, например, заплатил миллиард за решение, мы же понимаем, что в России есть российские решения, почему же он куда-то миллиард отдал, а не поддержал, так сказать, российские решения? Чем от руководства я вот это просто понимаю? Брендом. Вы купите айфон или похожий по характеристикам там, Xiaomi или Samsung, конечно, айфон, это бренд, поэтому покупают бренд, покупают бренд, потому что точно знают, поддержка какая, точно знают, сколько проработала эта система, ну, понятно, что, все стремятся к бренду, да, есть решения российские уже не один год, но пока они не раскручены, они мало рекламироваются, очень мало, то есть, ну, их не видно на рынке, да, вот они выходят, рассказывают, очень мало о себе, и мы, ребят, таких тоже ищем, помимо того, что у нас есть свои решения, мы также развиваем IOT-решения, то есть, я вам рассказывал там про БМС, а есть решения, когда, ну, вот умный дом в квартире, знаете, вот таких комплектов сейчас там только ленивый не делал, даже у мегафона есть там за 10 тысяч рублей, вы можете купить там датчик температурный, там еще какой-то, и так далее, а вот, а есть промышленные профессиональные IOT-решения, тоже такие пакетные, там счетчики какие-то снимать там протечки, вот такие примитивные, и у нас одно из направлений интеграция с такими решениями, потому что, ну, вот из последнего там в прошлом году мы общались с магазинами Хендерсон в Москве, говорят, ребят, мы настолько сократили персонал, что мы вообще раз полгода там приезжаем на объект что-то обслуживать, но мы не понимаем, что там происходит, вот мне надо узнать температуру в помещении, как работает там кондиционирование, я звоню менеджеру магазина и спрашиваю, там, Света, тебе тепло? Она говорит, все нормально, вот так они узнают, она говорит, можете решение дать какое-то? Мы говорим, слушайте, вот любую бытовую систему ставьте, а мы ее интегрируем, и заявка будет в Кайдзен сама падать, то есть не надо там никуда заводить, ничего, поэтому да, будущее за нашими производителями БМС, именно так. А вот еще вопрос был там, да? Меня забывали? Заказчик-то нашей теме, но в принципе и вам задам, он близкий. Мы сокращаем персонал, туда-сюда, это все хорошо, флот уменьшается, да? Ну вот на тех объектах, где, скажем так, есть повышенная, допустим, опасность, либо повышенные требования безопасности какие-то еще, вот мы сократили человека, который за это отвечал, да? Ввели его в систему. А если вдруг что-то случается, то кто несет ответственность? Как договоритесь. Ну, обычно фасильте, оператор на себя ответственность уберет. Ну, смотрите, везде нужна гармония, всегда. Не надо делать крайности, это точно. Нельзя увольнять человека, который единственный, который занимается там каким-то вопросом. Ну, так нельзя. Но смотрите, куда, так как у нас объектов много, сейчас набирает популярность шеринг. То есть мы не можем на каждом объекте содержать инженера там, ну, допустим, по охране труда за 100 рублей, потому что он так стоит в Москве. Но клиент хочет. Говорим, хорошо, у нас есть 6 объектов, мы одного возьмем за 150, ну, потому что постоянная заинтеза там не нужна. И вы платить будете 150 на 6. Но человек у вас будет. И функция эта будет закрыта. Вот такой шеринг не только в инженерном составе, а много запросов, и у нас развивается сейчас очень мобильный сервис. Это бригады, которые ездят на машинах и обслуживают объект. То есть они не находятся на проектах постоянно, но приезжают, когда нужно, проводят обслуживание, приезжают на обращение, там на заявки. И такие люди в полтора раза дороже, чем те, которые сидят и лентяйничают, и спят на объекте. Поэтому есть возможность взять людей дороже, мотивировать их, но с клиентом договариваться на такой разъездной сервис. Вот так это работает. Надо подходить с умом. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо.